Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Бевышева. Добрый вечер в Украине. Тайны министерских конвертов. Национальное антикоррупционное бюро расследует черные зарплаты чиновников. Кого касаются обвинения, на чем они основаны и почему о деле, которое открыли еще в декабре, заговорили только сейчас. Выясняла Анна Каменева. На БУ расследует уголовное дело против министра инфраструктуры. С таким громким заявлением накануне выступил сам Андрей Пивоварский. Производство открыли по заявлению нардепа Денисенко. Какого именно, не знает. В парламенте депутатов с такой фамилией аж три. В бюро сегодня подтвердили. Действительно, расследуют дело о зарплатах в конвертах. Но удивляются такому запоздалому заявлению министра. Говорят, завели его еще в декабре прошлого года. Вчера он, через два месяца после визита до Национального антикоррупционного бюро заявил, что вроде бы от него порушено криминальное проведение. Подозра Пивоварскому не оголошена. Звернулся народный депутат с заявкой о том, что не только Пивоварский, а там целый список чиновников и другие министры получают зарплату в конвертах и, соответственно, вскроют незаконное сбогачение. Почему министр ждал два месяца, чтобы рассказать об этом деле? Вот как объяснил это сам Пивоварский. Как все говорили, я бы свою позицию как-то выкладывал, но этого не было. За этой ситуацией мне не знают факты. Выяснилось, заявление в НАБУ подал нардеп от БПП Вадим Денисенко. В бюро говорят, подать подал, но сам с детективами говорить отказывается. Этот депутат так в Национальном антикоррупционном бюро не появился. В усмении беседы сказал, что я ничего не знаю про эти факты, которые значены в моем взвернении. Два недели назад до меня подзвонил представитель Национального антикоррупционного бюро. Когда я не мог прийти, я до него перетелефонировал. Я ему предложил перенести нашу встречу на наступный день. Он сказал, что он до меня перетелефонирует, но после этого он до меня не перетелефонировал. Поэтому говорить о том, что я не хочу давать какие-то свидетельства, это как минимум абсолютно брехня. В любой момент я готов идти на допит. Объяснил Денисенко и то, почему подал такое заявление. З'явилась заявка одного из работников Министерства инфраструктуры, причем это не рядовый работник, а это руководитель одного из подразделений, который прямым текстом у себя на фейсбуке заявил, что он идет из министерства, потому что платится зарплата в конвертах от 2 до 10 тысяч долларов. Я принял решение, что нужно написать запись. Нардеп ссылается вот на это заявление об отставке, поданное Максимом Бурячком, консультантом Министерства инфраструктуры. Бурячок уверяет, узнал из собственных достоверных источников о фактах получения министров и его замами, а также чиновниками из Минагра дополнительных платежей, так сказать, зарплаты в конвертах. В своих объяснениях Бурячок ссылается на эту статью, где показана якобы черная бухгалтерия. Напротив фамилии Пивоварского и Павленко стоит цифра в 50 тысяч долларов. Их первых замов 30 тысяч. Со своей страницы в Фейсбуке Бурячок обвинительный пост удалил. Связаться с ним сегодня нам так и не удалось. В НАБУ подтвердили, что кроме Пивоварского в деле фигурируют и другие министры и чиновники. Но фамилии в бюро не назвали. Пообещали раскрыть карты после допроса заявителя. Анна Каменева, Олег Неведомский. Подробности. Телеканал Интер. И о результатах шести месяцев работы Национального антикоррупционного бюро. По словам его директора Артема Сытника, за это время детективы открыли более 70 уголовных производств на общую сумму ущерба почти 2 миллиарда гривен. Среди резонансных дел расследование фактов хищения средств на Укргаздобычу, Энергоатоме, Запорожье, Обленерго, рейдерского захвата Житомирской кондитерской фабрики. В общем, под присмотром НАБУ более 20 тысяч чиновников и депутатов, а также судьи. В обработке аналитиков наших перебывает близко 1500 судей. И мы формуем те досеи, которые мы собираемся використовывать не только для регистрации криминальных проважений, если будут взявлены ознаки злочина, но и для передачи компетентным органам, которые будут заниматься проведением судовой реформы. И еще один допрос по делу Абрамовичуса. Сегодня детективы пригласили нардепа Игоря Каноненко, которого министр обвинил в кадровом лоббировании и, собственно, этим пояснил свое решение уйти в отставку. О чем спрашивали антикоррупционные следователи Каноненко, узнаем у Геннадия Вивденко. Он с нами на прямой связи. Гена, расскажи все, что тебе известно. Наталья, народный депутат Игорь Каноненко был крайне пунктуален. Он появился перед входом в здание Национального антикоррупционного бюро за 10 минут до назначенного времени. Детективы ожидали его на 17.00. Сразу сделал заявление для прессы. Готовый дать будь-якие пояснения и ответить на все вопросы, которые выникнут особо до меня. Я готов принять участь в будь-яких следственных действиях, включающие очные ставки, перекрестный допит. Каноненко также заявил, он настаивает на использовании полиграфа в следственных действиях. Своё письменное согласие на этот полиграф он уже дал. И отметил, благодарен антикоррупционному бюро за то, что началось следствие. Напомнил, просьбу об этом направил в ведомство через три часа после публичных обвинений в коррупции со стороны министра экономики Айвараса Абрамовичуса. Сам министр уже дважды на этой неделе ходил сюда на допросы. Каноненко допрашивали чуть более часа. Детали не сообщил тайно следствия. Сказал, что потребовал очной ставки с министром экономики. Что касается обвинений в якобы лоббировании своих интересов, рассказал журналистам анекдот. Я все извинения на мою адресу, включая любые бизнесы, это не сильнейшая. Ожидается, что в понедельник сюда же явится и другой фигурант обвинений Андрей Пасечник. Якобы его прощили в замы министра. Наталья, пока это все. Спасибо, Гена, Геннадий Вивденко о том, как Игорь Каноненко сегодня юморил после допроса в антикоррупционном бюро. Коррупцию сегодня обсуждали в Верховной Раде. Сегодня там должны были заслушать министров. Правда, приглашенный Айварас Абрамовичус на парламентский антикоррупционный комитет не пришел. Перед депутатами выступил только министр юстиции Павел Петренко. Что сказал и почему многие министры игнорируют эти комитеты, узнаем от Ольги Рыцарь. Десяток телекамер, журналистов и активистов. На комитете Верховной Рады по противодействию коррупции все с нетерпением ожидали Айвараса Абрамовичуса. Он должен был поведать о коррупции на государственных предприятиях. Я сподіваюся на те, що ми дізнаємося прізвища всіх осіб, які такий вплив здійснювали. Депутати министра офіціально приглашали і отправляли смски, но в последний момент стало известно – Абрамовичус не прийдет. Він відповів, що оскільки він не бачив жодного випадку потягнення до відповідальності в Україні корупціонера, то він все не вірить. Місто приглашеного глави Минюста Павла Петренко тоже пустує, но по другой причине. Він на даний момент заблокований активистами в своєму кабінеті. Якщо не вдасться його побачити, може доведеться їхати на допомогу. Спустя час засідання Петренко таки добрался к депутатам. Своє отсутствие объясняє так. Я б хотів вибачитися за те, що запізнився, але починаючи з 9 ранку, у мене було 67 переселенців, які переселили на прийом. Я об'єктивно не міг їх всіх не прийняти. Во время отчета министры депутаты явно заскучали. Некоторі даже покинули засідання. Говорил Петренко все то же. Реестры всього імущества открыли. За 20 гривень кожен може отримати справку, кому які доми і машини принадлежат. Осталось доработати технічні моменти. Прошло рік і, в принципі, я можу констатувати, що ми готуємо до того, щоб цей реєстр був максимально публічним. І я думаю, що і суспільство, і Міністерство юстиції готуємо до того, щоб цей реєстр був безкоштовний для користування. Заслушали отчет і розбігалися. Мол, більше полномочий у депутатів, крім як слушати, нет. Комітет не впливає дуже сильно на відповідальність того чи іншого міністра. У нас не ходять на засідання, наприклад, там, в комітеті міністр внутрішніх справ ніколи не ходив. В принципі, ми можемо послухати і резолюцію ніякої новини. Тому що комітет, в принципі, більше, ніж функціями законодавчої діяльності, не наділено. Более решительно нардепи настроены на 16 февраля. Тогда, після отчета всього правительства, можна буде і підписи собирати за ставку кабіна, і резолюцію недоверия голосувати. Единственное, що щас вопрос, є ли 226 голосів. Наскільки я розумію, зараз йде торговля, щоб ці голоси не набрати. Гораздо було б більш ефектно і ефективно для України, якби ці люди сказали, що нам не доверяють, ми складаємо свій мандат і ми уходимо. 16 февраля неумолимо приближається і обстановка накаляється все більше. Представители Народного фронту уверены, за відставку правительства нет 226 голосів. А ще несколько днів назад, сотрудничею з действуючим кабмином, категорически відказалися три фракції. Що автоматически означає, у прем'єра нет поддержки большинства. Ольга Рыцарь, Іван Ярмаков, подробності, телеканал «Интер». Кстати, о переселенцах з Донбасса, которые блокировали сегодня министра юстиції. О том, в каких условиях они живут в общежитии, принадлежащем Минюсту, мы уже не раз рассказывали в наших сюжетах. Проблема в том, что люди живут без отопления, света, горячей воды. К тому же платят немалую аренду. За три дня примерно 2700 гривен. Кроме того, на переселенців повесили старые долги, почти 2 млн гривен. Но теперь хотят их вовсе выселить. Люди неоднократно безуспешно пытались встретиться с министром Петренко. И вот сегодня это удалось. Министр пообещал сегодня, что они, во-первых, будут выполнять доручения, что они как-то так, типа, посприявят укладание договорив нас с Киевом НРК. Создаем рабочую группу, которая будет, как бы, расследовать все это. Мы просто не понимаем, что нужно расследовать, если сейчас в этом житии холодно. Холодно, нет горячей воды, в двух комнатах отключен свет. Они не хотят перенести это в частную собственность. Уже даже есть сайт гостиницы, которая, как бы, должна была появиться из этого общежития. Ноу-хау в Кабмине. Показательное выступление украинского правительства. Сегодня министры были открыты, как никогда. СМИ из зала не выгоняли и всю технологию принятия решений транслировали в прямом эфире. Чем хвастались и на кого рассчитан Кабминовский эксклюзионизм, расскажет Ольга Теребинская. Решение Кабмина в прямом эфире. Вместо стандартной протокольной речи и просьбы к СМИ покинуть зал, премьер-министр начинает с новости. Теперь заседания правительства будут проходить открыто. Впервые почти за 10 лет министры обсуждают дела страны под пристальным наблюдением телекамер. Стандартная процедура — внесение неотложных актов на рассмотрение Кабмина. После министров премьер берет слово и представляет план работы правительства на весь год. Этот документ — это наш план на 2016 год. Это должен быть наш общий план между правительством, парламентом и президентом, как реально проводить реформы в Украине. Но основа этого плана — не только 379 очень конкретных предметных решений, которые должен принять правительство вместе с парламентом и президентом. Яценюк рассказал также, по каким базовым принципам должна работать вся политическая рать страны. Полная нетерпимость с промедлением реформ, нетерпимость к незаконному вмешательству ветвей власти в деятельность друг друга и к политическому вмешательству и коррупции. Это наша позиция к Кабмиту министров. И мы готовы работать только тогда, когда все участники политического процесса поделяют такие подходы. Министры своим планом полностью довольны. Яценюк попытался в нескольких словах для всех собравшихся объяснить, что в плане на текущий год. Дел немало. И приватизация объектов госсобственности, и дерегуляция экономики. Судебная реформа и реформа фискальной службы. Вооруженные силы страны в НАТО, а украинцы в Европу без виз. Для топ-50 госкомпаний – новые независимые директора. Но для того, чтобы правительство продолжало и дальше успешно все это внедрять в стране, просят не вмешиваться в их работу. Мы все надеемся на то, что члены парламенту и члены парламентской коалиции на конец-то откинуть в сторону, в бік. Особистые претензии, спробы шантажа, вечные политические дискуссии про то, что все плохо. Мы осведомляем, что этот порядок не самый популярный. Но я сказал, что это не наша мета. Наша мета – это рейтинг страны, а не рейтинг тех, кто сидит за этим столом. Уже во вторник премьер представит свой план действий на год в парламенте. Надеется, что все одобрят. Ольга Теребинская, Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». Депутаты-оппозиционеры уже ознакомились с правительственными документами. И вот какова реакция. Мы тоже целый день работали с документами, которые дал Кабмин. С этим, я бы сказал, вызывающим уже крайнее негодование документам. Там нет ни одного слова о том, как собираются выходить из ямы, в которую они нас засунули. Если отбросить всю мишуру, то остается одно. Разоренная страна, уничтоженная промышленность, гривна упавшая, экономика рухнувшая. Надо подвести итог вот этому бездарному правлению Цинюка. Надо сказать «хватит». Надо сказать от имени всех народа Украины, которые 90% против того, чтобы он оставался. И отправить их не в отставку. Хватит нам отставок правительства. В тюрьму правительства коррупционеров. Декларировать доходы в электронном виде чиновников обяжут уже в этом году. Об этом сегодня говорили на заседании Совета регионального развития. Президент Петр Порошенко потребовал от парламентариев отменить поправку в бюджете о старте электронной отчетности в 2017. По его словам, наличие такой нормы в смете тормозит получение Украины безвизового режима с ЕС. К тому же законопроекты о внедрении электронной отчетности уже готовы. Также глава государства заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ. Вчера у меня произошла разговор с директором-розпорядником МВФ. Я хочу сказать нашим ворогам и оппонентам. Тим, кто сподевался, что программа финансирования и программа нашей співпраці с МВФ припинена, не дочекайтесь. Навпаки. Мы обговорили то, что нужно принять в ближайшем часу. Говорил Петр Порошенко и о контрактной армии. Потребовал заменить демобилизованных бойцов профессионалами. В первую очередь это касается механиков-водителей, снайперов, десантников и спецназовцев. А вот решение об объявлении очередной волны мобилизации, по словам президента, пока не принято. В зоне АТО боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку. Противник открывал огонь возле Мариуполя, в районе Коминтерного и Широкино. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. В течение всего дня в Мариуполе были слышны мощные взрывы. По городу сразу же пошли слухи, что это обстрел боевиков, но информация не подтвердилась. Военные говорят, это неподалеку. На полигоне проходят учения с использованием тяжелой артиллерии. Ситуация же на фронте остается напряженной. Сегодня в районе Старогнатовки боевики обстреляли наблюдательный пункт военных. Они с АГС начали нас крыть. У нас нет такого, что это... Мы с автомата, с огнестрельных оружий начали накрывать. Вблизи Старогнатовки и Гранитного боевики регулярно обстреливают позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Такие атаки происходят в основном в темное время суток, когда нет международных наблюдателей. Военные говорят, что накануне заметили даже передвижение бронетехники противника на передовой. Подлежала БМП, было обстрел с их стороны, это было сутки назад. Но наши ребята уже начинают отвечать. То есть начинают достойно отвечать, когда противник подходит уже поближе. То есть техника наша тяжелая отведена, пока стрелковым оружием отвечают. В Широкине боевики обстреляли позиции военных из гранатометов, а в Красногоровке противник ночью вел огонь из запрещенных минометов. Несколько мин взорвались вблизи блиндажей военных. Никто не пострадал, а вот днем артиллерия молчит, зато слышны выстрелы из винтовок. Постоянно действуют снайперские группы. Поэтому даже в дневное время небезопасно передвигаться по этому населенному пункту. В целом интенсивность боевых действий на Мариупольском направлении немного, но снизилась за прошедшие сутки. Зафиксировано только 11 обстрелов. Вениамин Трубачев, Юрий Романюк и Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. За содержание бойцов в нечеловеческих условиях накажут командиров полигона «Широкий Лан». Об этом заявили в Менобороны. Об этой ситуации мы неоднократно рассказывали. Я напомню, что три дня назад бойцы 53-й отдельной механизированной бригады совершили бросок в Николаев. Пешком прошли более полусотни километров, чтобы встретиться с военным прокурором и рассказать о том, как они выживают в чистом поле. Военные жаловались, что спят в дырявых палатках практически на снегу, им негде помыться, из пищи только сухой паёк. Нарушение содержания солдат сейчас расследует специальные комиссии. Ранее военная прокуратура заявила о том, что готовит ходатайство в суд об административном аресте командования «Широкого Лана». Это вопрос нерадивости командиров. Они будут оштрафованы. У нас штрафы очень мощные, до 20%. И на самом деле сейчас мы прописываем новую систему, которая позволит идти от таких недорозумений. Гигантская пробка из большегрузов образовалась на украинско-словацкой границе. Уже больше суток там стоят десятки фур, причём в основном российских. В чём причина этого затора и поможет ли решить эту проблему акция местных активистов, выясняла Марина Коваль. Украинско-словацкая граница, пункт пропуска Ужгород. На подъезде к нему километровая очередь, в основном грузовики с российскими номерами. Водители говорят, многие пересекают границу здесь впервые. Обычно возили товар в страны Евросоюза через Польшу. На этой неделе фуры стали заворачивать обратно. Потому что решают вопросы Россия-Польша по поводу дозволов. Не могут договориться друг с другом о выдаче дозволов. И поэтому нас пустили сюда ехать, в объезд Польши. Речь о разрешениях на въезд большегрузов их Россия и Польша согласовывают ежегодно, чтобы экспортировать свои товары. На 2016-е ещё не договорились. С 1 февраля российским фурам запрещен въезд в Польшу. Да и со въездом через словацкую границу, пересекая Украину, тоже пока не особо складывается. Дальнобойщики стоят уже почти сутки. Во вторник с утра я переходил в Беларусь-Украину. И на данный момент я только здесь. Спокойно, нормально проезжали. Правда, в Закарпатте взяточники. Дай гривну, дай две и всё. И едь дальше. Обычно пересечь границу здесь можно за пару часов, говорит украинский дальнобойщик Михаил. Он ездит из Украины в Голландию через пункт пропуска Ужгород каждый месяц. Сроки доставки говорят. С вечера, с 8-го вечера вчерашнего дня. Наплыв пішел великий через машины российские, белорусские. А ранее сколько вы требовали стоять тут? Ну, бывало так, что заезжал сразу на кордон. Все ждут, мы ждут. Таможня работает в усиленном режиме. За последние сутки здесь оформили 200 фур, когда обычные их не больше 60. Количество сотрудников увеличили, но говорят, ускориться должны и словацкие коллеги. Словацька сторона має інструкции проходжения кордона и оформления подобного вантажного транспорта от 20 до 30 минут. Чому? Ну, это обовязковое сканирование этого транспорта. Мав вчера разговор в рабочем порядке с головой митного управления. Что до возможности использования с их стороны другого сканера, они его уже поставили. Однако второй сканер ситуацию спасет вряд ли. Закарпатские активисты уже вышли на акцию протеста. Они без перерыва ходят по пешеходному переходу на трассе Киевчоб за селом Нижние Ворота, не пропуская российские фуры к пункту пропуска. От украинских властей требуют официально запретить проезд российским грузовикам по территории Украины. Иначе, говорят, блокирование трассы будет бессрочным. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Дело по Драгобрату объединили с другими эпизодами, где замешаны подозреваемые члены правого сектора и передали в нацполицию. Об этом сегодня сообщил губернатор Закарпатской области. Поскольку одни и те же лица принимали участие в событиях в Кировограде, Ивано-Франковске, Киеве, Львове и на Драгобрате, их дела должны рассматривать вместе, уверен Геннадий Маскаль. История на Драгобрате произошла 10 января. Компания подвыпивших бойцов правого сектора приехала в ресторан, заказала стол и отказалась расплатиться. Охранники сделали замечание. Началась драка, прозвучали даже выстрелы. В результате пострадали двое работников заведения. Их избили и пятеро бойцов правого сектора. У двоих из них пулевые ранения. Бойцов правого сектора задержали. Двое сейчас находятся под стражей в Ужгородском СИЗО, а троих по решению суда отпустили. Мы, следствие, то, что могли, закинчили. Если воно по всех, и одни и те же участники принимали участь в подиях и в Кирвограде, и в Ивано-Франковске, и в Киеве, и в Львове, и на Драгобрате, то, может быть, я думаю, должны рассмотреться не отдельно по одному эпизоду, а все вместе. На взятки поймали двоих капитанов полиции во Львове. Сотрудники уголовного розыска требовали от местных жителей полторы тысячи долларов. Взамен обещали не привлекать их к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Те вместо взятки обратились в СБУ. Полицейских задержали во время передачи денег в служебной машине. Руководитель нацполиции Хатя Деканаидзе пояснила этот инцидент тем, что во Львовской области еще не провели переаттестацию. В Днепропетровской области на акции протеста вышли рабочие сразу двух предприятий. Южного машиностроительного завода и Днепропетровского металлургического комбината. И хоть митинги проходили в разных городах, лозунг у них один. Чего требуют люди, расскажет Наталья Грищенко. Зарплату! Зарплату! Сколько раз они устраивали такие акции протеста, сотрудники Южного машиностроительного завода уже и со счета сбились. Последние пару лет выбить долги по зарплате они могут только таким путем. С транспарантами, мегафонами и ультиматумами. Когда-то Южмаш был флагманом отечественного ракетостроения. Но сейчас здесь космические только долги. Большинство цехов перевели на однодневку. Зарплату не платят уже пять месяцев. В Токаре бывает 500, гривен 600 зарплата за эти однодневки. Что это за зарплата? На него можно прожить. Раньше работал завод в две смены. Сейчас как? Вообще стоят цеха пустые. Одни сторожа. В этом году отопительный сезон в заводе он даже не начинался. Никаких перспектив. Им обещали госзаказы и реструктуризацию долгов. Вместо этого завод на грани остановки. Заказы единичные, перспективы туманные. Сегодня рабочие составляют петиции депутатам городского и областного советов. Требуют рассмотреть ситуацию на сессиях. ЮМЗ и КБ находятся в списке 13 предприятий, которые Кабмин утвердил, на реструктуризацию. Как будет проведена реструктуризация, мы не знаем. Мы обязываемся, что его кому-нибудь продадут. Завод этот должен быть государственный. А это уже Днепродзержинск. После смены на акцию протеста выходят рабочие другого производственного гиганта. Днепровского металлургического комбината. Здесь и заказы есть, и работы хватает, и цеха не стоят. А зарплата маленькая и от случая к случаю, утверждают люди. Зарплату не дают целиком, а дают, когда хотят. То есть администрация нас не слышит. С апреля месяца зарплата выплачивается по частям. 20-30% и народ уже дошел до того, что уже не за что кормить детей. Акции протеста на этих предприятиях пока проводят, что называется, интеллигентно. Во вне рабочее время и без срыва производственного процесса. Но это только пока, говорят активисты. Если их не услышат, обещают и до Киева дойти. Анталия Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Дипломатический визит в Лондон. Там главный украинский дипломат Павел Климкин общался с ведущими аналитиками Королевского института международных отношений и с членами правительства. О чем они говорили? Узнаем от АОТа Оксаны Кундеренко. Украинские чиновники не часто посещают столицу Великобритании. Последним был премьер-министр этим летом. А глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин вообще в Лондоне впервые. Раньше он работал здесь временным поверенным и хорошо знаком с местными дипломатами. Разговор за завтраком с коллегой Филиппом Хэммондом затянулся. Министрам пришлось обсудить много вопросов. Я сообщил Филиппу Хэммонду о ситуации на Донбассе. Там каждый день происходит до 100 обстрелов. Нет прогресса относительно обмена заложниками и доступа миссии АБСЕ. Внутри государственные проблемы еще одна тема, которую обсуждали главные дипломаты Украины и Великобритании. Мы также говорили о коррупции. Когда она повсеместная, сложно бороться. Это проблема не из легких. Первый шаг – реформы судов, налоговой службы, полиции. Тут есть прогресс. Но как отреагируют простые люди, когда неприкасаемые становятся прикасаемыми, когда они предстают перед судом? Мы ждем этого поворотного момента для Украины. Климкин и Хэммонд снова встретятся уже в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности. А через пару недель глава британского МИДа приедет с визитом в Киев. Оксана Кундеренко, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Кстати, в Мюнхене в рамках конференции состоится также встреча глав МИД стран Нормандской четверки 13 февраля. Об этом сегодня сообщила спикер Внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. По ее словам, главной темой этой встречи станет обсуждение всего комплекса имплементации минских договоренностей. Мюнхенская конференция по безопасности стартует, я напомню, уже завтра. А сегодня в Германии раздают медведей. В эти минуты там открывается один из самых престижных кинофестивалей Берлинария. О том, кто претендует на главные награды и о том, как готовятся к мюнхенской встрече, расскажет Татьяна Лагунова. Берлинария – это прежде всего традиция. И каждый год в начале февраля у входа в кинотеатр «Дворец Берлинария» разворачивают красную дорожку. Зеваки с утра занимают места, чтобы получше рассмотреть звезд, а у кинокасс выстраиваются длинные очереди. Мы вечером в Берлине и пока изучаем программу, пока не решили, что смотреть. В конкурсной программе 18 картин. Их отбирают очень строго. Фильмы должны быть сняты не раньше, чем за год до начала фестиваля и демонстрироваться на большом экране впервые. В этом году больше всего обсуждают ленту филиппинского режиссера Лава Диаса «Колыбельная скорбная тайня». Длится она аж 8 часов. Чтобы зрители и жюри выдержали, картину порезали на две части и будут показывать с перерывом. Кто получит «Медведей Берлинария» решат они, международное жюри, во главе с блистательной Мэрил Стрип. Ну а лейтмотив в «Берлинарии-2016» – «Право на счастье». В «Берлинарии» это всегда кино серьезное и актуальное. Неудивительно, что много картин в этом году будут посвящены проблемам беженцев. Но только фильмами дело не ограничится во время фестиваля. Будут собирать пожертвования для беженцев. А их самих пригласят бесплатно посетить кинопоказы. О беженцах и войне в Сирии будут говорить не только в Берлине, но и в Мюнхене. Но уже не звезды кино, а самые влиятельные политики и эксперты из разных стран мира. В столице Баварии ожидают более 400 приглашенных гостей. Из них 30 – премьеры и президенты. Но есть и те, кто ехать в Мюнхен отказался. Приглашение отклонил Владимир Путин. Вместо него Россию будут представлять премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров. Проводить переговоры и принимать решения участники конференции будут в отеле «Баварский двор». Это здание будет круглосуточно находиться под охраной полиции. Даже на соседние с гостиницей улицы можно будет попасть только по специальному пропуску – жильца или журналиста. Конференция стартует уже завтра после обеда. Главная тема пятницы – Сирия. В субботу – украинский день. В Мюнхен прибудет президент Украины Петр Порошенко, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. Он – гость конференции уже третий год подряд. Два года назад в разгар революции приезжал в качестве оппозиционера. В прошлом году уже как президент. Именно во время Мюнхенской конференции было объявлено – Меркель, Алант, Порошенко и Путин скоро встретятся в Минске, где позже объявят о минских договоренностях. Чем закончится эта конференция – узнаем уже на выходных. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности – Немецкое. Бюро телеканала «Интер». Снова ночные взрывы и снова в центре Запорожья. На этот раз из противотанкового гранатомета обстреляли частный дом. Кто и на кого охотился с РПЗ, выяснял Сергей Бордюжа. Жители некогда тихого и спокойного микрорайона откровенно напуганы. Едва отошли взрывы, которые прогремели три дня назад, как в их квартирах снова зазвенели стекла. Сначала там пахнуло, теперь тут взрыв. И все повыскакивали. Но приятного мало. Смотрите, повыбивали и все. Если несколько дней назад, по словам полиции, тут сработало неизвестное взрывное устройство, то в этот раз только стемнело. Открыли огонь из противотанкового гранатомета. Попали в окно частного дома. Ну, здесь нормальный благополучный человек жил, но он продал дом. А теперь тут вот так вот колесом люди вертятся. Молодые хлопцы в основном. Спросите в милиции. Кто хозяин дома, в полиции пока не знают. Если прошлый инцидент со взрывами они расценили как хулиганство, то сегодня статья другая. Ведомости про подеи внесены до единого реестра досудовых расследований. Замах на навмисное убийство. По неподтвержденным данным, покушались на жизнь одного из местных криминальных авторитетов. Сейчас он в больнице с травмой глаза. Спит? Что вы можете сказать? Больше ничего. Он спит просто. Медики говорят, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Помощь ему оказана в полном объеме. На сегодняшний день состояние удовлетворительное. Кто именно устраивает взрывы в центре города, пока неизвестно. И пока милиция ищет злоумышленников, жители близлежащих домов не спешат стеклить окна. Вдруг снова рванет. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. В Одесской области скандал психиатрической больницы в Березовском районе. Съемочная группа местного телеканала вместе с общественной комиссией прибыла в больницу для проверки жалобы о фактах коррупции. Но проверяющие столкнулись с агрессивным сопротивлением со стороны медперсонала. На этих кадрах видно, как сотрудники больницы пытаются вырвать у оператора камеру. А уже на улице один из врачей, по рассказам очевидцев, с силой толкает женщину из общественной комиссии. Она упала с лестницы и потеряла сознание. Полиция проводит сейчас проверку, а главврач уже написала заявление об увольнении. Упала и ударилась головой и потеряла сознание. Я думаю, что чуть-чуть потом же будут уже какие-то данные по повреждениям и в целом по самому факту проверки. Депутат и гражданин. Лишенного погон нардепа Семенченко могут лишить еще и депутатской неприкосновенности. Этого не исключают в ГПУ. Напомню, журналист Владимир Бойко обвинил экс-командира батальона Донбасс в подделке документов и работе на ФСБ. Как реагирует Семенченко и какими доказательствами располагает военный прокурор? Разбиралась Оксана Григорьева. Новые подробности в деле бывшего комбата Донбасса Семена Семенченко. Известный журналист Владимир Бойко обвинил его в мошенничестве. По его словам, якобы еще в 2014 году Семен Семенченко подделал документы о присвоении ему офицерского звания. Сейчас следствие установит, кто сам подробил для Семенченко фальшивые документы. Почему мне это известно? Потому что криминальное проведение было открыто за поданием, за листом Национальной гвардии Украины, на подставимых публикаций. Более того, по данным журналиста, нардеп имеет криминальное прошлое. Семен Семенченко на сцене, на самом деле, ранее судимый шахрай, аферист, которого звали Грішин Костянтин Игоревич. Еще в 1996 году, арест отбылся в сентябре месяце, за целую низкую злочин, он на тот момент работал барменом Севастополя. Чтобы проверить эту информацию, мы сегодня несколько раз пытались связаться с народным депутатом лично, однако его телефон не отвечал. Еще вчера на своей странице в Фейсбук он все обвинения опроверг, заявив о преследовании со стороны правоохранительных органов. Однако о сомнительных заслугах бывшего комбата Донбасса не раз говорили и его сослуживцы. Меня больше всего дратовали люди, которые пытались пользоваться тем, что у нас идет война. 90% особого склада добровольчих батальоней просто воювали. И были около 10% негидников, которые, кроме того, что не воювали, а еще и прикрывающись нашими прапорами, нашими эмблеами, нашим имиджем, пробовали соби заработать какие-то материальные ценности або дивиденды. Я их ненавидел точно так же, как и ворога по ту сторону фронта. Боец Донбасса с позывным «Доберман» прослужил под командованием Семенченко полгода. Он уверен, именно комбат ответственный за гибель бойцов под Иловайском. Я, господин, преступник, присвоенным липовым званием, который завел моих друзей в Иловайский котел, сам слинял, он никогда не был воином. Я лично его впереди себя всегда говорил, не видел, ни в одном шторме Семенченко не участвовал. А как вы его ранили, знаете, нечаянно выстрелили в логом, нечаянно. Знаете, вот произвольный выстрел произошел, подствольник, гранатометр, мальчик получил в попу ранение. Бывает. Но зато его на вертолете вывозили, а там у нас бойцы, блин, ругодованными руками, ногами, блин. Он просто трус, провокатор, интриган. Он погубил моих многих бойцов, моих друзей. Это ФСБшная консерва. О возможных связях Семенченко с Россией говорит и журналист Владимир Бойко. Он уверен, комбат сливал кому-то личные данные бойцов. Выносит с войскового частина 3027 особые справы БИТСИ. Речь о том, что он, насколько я понимаю, активно передавал ФСБ и публиковал в интернете. БИТСИ, призвища, так. Все особовые справы, индивидуальная информация, резервистов Национальной гвардии, військового частина 3027, 2-го батальона, они были опубликованы на так званых сепаратистских сайтах. Обвинения в адрес Семенченко расследует Генеральная прокуратура. По словам Анатолия Матиаса, сейчас следователи изучают все обстоятельства и, несмотря на депутатское давление, вскоре дадут им правовую оценку. Диктатура закону будет работать в этой стране, в нашей, в украинской стране, относительно всех без исключения. В том числе до депутатов-зрадников, до судей-хабарников, до зрадников в погонах, до военных агрессоров с боку Российской Федерации. Как и все другие справы, которые расследуют следы военной прокуратуры, эта справа будет доведена до логичного завершения с оголошением соответствующих подозр и с примыванием ее до суду. Главный военный прокурор не исключает, если громкие факты подтвердятся, с нардепа могут снять депутатскую неприкосновенность, а дело уже вскоре передадут в суд. И еще один вопрос. Поддаст ли в судно журналиста Бойко нардеп Семенченко? Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Шахта Горская в Луганской области на грани закрытия. Для запуска новой лавы у правительства нет денег. Горняки остались без господдержки. Зарплату получают почти в два раза меньше и ту с перебоями. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Юрий ни на день не переставал ходить за бой. Не под обстрелами, никогда оставил свой дом в оккупированном Первомайске. Семье переехал на съемную квартиру в Горском. Этот город находится на подконтрольной Украине территории. Как и остальные шахтеры, с болью признает, теперь вынуждены работать в полсилы. Бригада молодая, хотим работать, вот уже вот стоим. По словам горняков, шахта в городе на грани закрытия. На шахте Горская фактически кончается лава в октябре месяце. Проходки нет вообще, ни метра. Уже полтора года, как на Горской, ждут обещанной поддержки и средств на развитие и покупку горнодобывающего оборудования. Всего подсчитали необходимо 168 миллионов гривен. Горняки с гордостью говорят, есть что сохранить. Лава здесь уникальная, глубиной в 2 метра, а уголь в разы качественнее импортного. При этом никакой господдержки. 35 государственных шахт в стране, основанной на эротической безопасности. И то, что сегодня они остались без внимания государства, без поддержки, это преступление. Придется закупать тот же уголь в Южной Африке, в России, в Польше, где угодно, а наши люди останутся без работы. Почему мы будем требовать, чтобы правительство ушло в отставку? Потому что вот на примере такой шахт видно, до какого коллапса доведена экономика в стране. От глобальных экономических проблем Юрий, как и его товарищи, далек, но простой шахты ощущает каждый день, открывая кошелек. Горняки уже запутались, за какой месяц и сколько получили денег. Задолженность за декабрь 30% и за январь. 70% за декабрь и 60% за январь. А зарплата какая сейчас? Какие-то надбавки? Какие надбавки? Если нету проходки, какие могут быть надбавки? Голая тарифная сталка, и то ее еще нужно обработать. Уже в понедельник в парламенте оппозиция будет настаивать на выделении средств для поддержки государственных шахт. Иначе с остановкой шахты кормилицы города горская вымрет. Если до октября не будет выделено средство для запуска новой лавы, то шахта остановится, и полторы тысячи людей останутся без работы. Практически есть угроза, что умрет весь этот город. Сегодня нет государственной политики в угольной отрасли. В Горском кроме этой шахты нет других предприятий. Работу найти сложно, а за последний год к 12 тысячам местных жителей прибавились еще тысячи беженцев из оккупированных городов Донбасса. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Минобороны России отвергла предложение американцев о немедленном прекращении огня в Сирии. Говорят, прекратим, но только 1 марта. В Вашингтоне считают, что россияне специально оставили себе место для маневра. А в Нью-Йорке тем временем состоялось заседание Совбеза ООН по Сирии. Из России и Америки. Подробнее обо всем расскажут Дмитрий Еловский и Тихон Дзитко. Менять свою стратегию в Сирии российские военные не намерены. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков. Он добавил, что основная цель российских войск в Сирии это уничтожение терроризма, а вовсе не борьба с режимом Башара Асада. Также Коношенков обвинил американцев в фальсификации данных об авиаударах. Кадры разрушенного задолго до начала российской операции в Сирии и города Алеппо ведущие американские и европейские телеканалы выдают за последствия якобы российских модировок. Как говорится, чувствуется урока опытного дирижера. Причем это уже не тенденция, а закономерность включать шарманку с обвинениями России во всех смертных грехах. Коношенков упрекнул Белый дом и в неудачной дипломатии в странах Ближнего Востока и сопредельных с Россией государствах. Но что касается сирийского кризиса, то тут Москва хочет оставить себе, так сказать, пространство для маневра. Некий люфт в три недели до начала марта. Говорят, что раньше операцию свернуть просто не могут. И сегодня же военные обнародовали новые видеобомбежи к Сирии. В частности, на одном из этих видео демонстрируется уничтожение российской авиации открытых нефтехранилищ ИГИЛ. Якобы это происходит в сирийской провинции Алеппо. А вот что говорят в Америке о нежелании России незамедлительно закончить военную операцию, знает мой коллега Тихон Зитко. Ситуация вокруг сирийского Алеппо обостряется с каждым днем. Войска Башара Асада при поддержке с воздуха российской авиации продолжают успешное наступление на этот город, которое удерживают представители так называемой вооруженной оппозиции. Алеппо на грани гуманитарной катастрофы. Десятки тысяч человек бегут в Турцию. Для обсуждения ситуации была созвана внеочередная встреча Совета безопасности ООН. Инициаторами ее проведения стали Новая Зеландия и Испания. Заседание проходило за закрытыми дверями. Информации о чем там шла речь не так много. Однако из некоторых заявлений следует обсуждались в том числе действия России. Некоторые члены Совета безопасности призвали Москву прекратить наносить авиаудары в районе Алеппо. В частности, посол Новой Зеландии. ВООН назвал их прямой причиной кризиса в районе этого города. Впрочем, Москва не намерена менять свою позицию. После заседания Совета безопасности представитель России Виталий Чуркин заявил, Россия не будет извиняться за то, что делает. А операцию в Сирии она проводит, цитирую, на легальных основаниях по просьбе сирийского правительства. Тем временем, гуманитарное агентство ООН в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Сирии и обеспечению доставки помощи жителям страны. Возможность прекращения огня в очередной раз будет обсуждаться на переговорах сегодня, уже в Мюнхене. Там пройдет встреча так называемой международной группы поддержки Сирии. Россия уже пообещала представить там предложения, которые должны способствовать успеху мирных переговоров. Тихон Зитко, Дмитрий Еловский, Вашингтон, Москва. Подробности, телеканал Интер. Кому посчастливилось переночевать в спальне Ван Гога и куда исчезло самое большое озеро Боливии? Об этом не только в нашем обзоре. Убийца Роберта Кеннеди в 15-й раз отказали в досрочном освобождении. Сирхан Сирхан 47 лет назад трижды выстрелил в кандидата в президенты США и младшего брата Джона Кеннеди. Спасти политика не удалось. Сирхана приговорили сначала к смертной казни, но потом вердикт изменили на пожизненное заключение. В Тбилиси осветили айфоны. Менеджеру одного из магазинов показалось, что аппарат данной марки – продукт нечистых сил. Видимо, из-за логотипа в форме надкусанного яблока. Продавец говорит, мол, это причина низких продаж. От греха подальше осветить айфоны пригласили священника. Увеличились ли продажи, менеджер не признается. В Чикаго воссоздали спальню Ван Гога. За 10 долларов в сутки в ней можно даже переночевать. Это помещение – точная копия вангоговской картины «Спальня в Орле». В такой художник ночевал во время визита в одноименный французский городок. Это комната – часть Чикагской выставки работ художника. В Боливии испарилось второе по величине озеро – Поопо. Из космоса экологическую катастрофу запечатлели спутники НАСА и Европейского космического агентства. Ученые уверены – все это воздействие местной горнодобывающей промышленности. Ранее площадь Поопо достигала 3000 квадратных километров. Озеро пересыхало частично, но всегда восстанавливалось. Наполнится ли оно водой снова – специалисты не уверены. Мадонну вновь подвел на сцене гардероб. На концерте в Бангкоке поп-диве едва удалось выбраться из-под свадебной фаты, концы которой несли танцоры. По всей видимости, в какой-то момент они должны были эффектно легким движением сорвать фату с головы. Но вместо этого певице пришлось хорошенько побарахтаться в материи. Французское правительство ждут перемены. После отставки Лорана Фабиуса, который возглавит теперь Конституционный совет, на его место прочат несколько кандидатур. Оказывается, не только в Украине проблема с кадрами. В чем загвоздка? Узнаем от Софии Гордиенко. До того, как Алан получил большинство на выборах в 2012-м, социалисты 20 лет не были у власти. А потому с управленцами у левых настоящий кризис. Оказалось, теоретиков масса, практиков единицы, да и те зачастую позорили партию. Так было с министром бюджета Жеромом Каюзаком, который, ратуя за прозрачность доходов, сам держал деньги в офшорах. Он сейчас под судом. Госсекретарь по внешней торговле, Тамат Эвену, не декларировал доходы и регулярно не платил по счетам. После скандала Алан его тут же уволил. Так что, чтобы набрать более-менее приличное правительство, президенту приходилось его менять три раза. И вот четвертая рокировка. Лоран Фабиус, даже несмотря на то, что ему приходилось дремать во время международных встреч, был одним из самых ценных кадров. Человек старой закалки, премьер-министр Примитерани. Заменить его будет нелегко. Самой вероятной кандидатурой была Сигален Руайаль, нынешняя министр экологии, экс-спутница Аланда, с которой у него до сих пор высокие отношения. Руайаль играет роль первой дамы, когда к президенту приезжают коллеги из других стран с супругами. Вот как здесь, с королем Испании. Так что, если мать детей Аланда все-таки будет утверждена на этот пост, президент мог бы убить двух зайцев, получить министра иностранных дел и спутницу для приемов и командировок. Два в одном. Второй претендент Жан-Марк Ойро, социалист старой закалки, многолетний глава левых в парламенте и первый премьер, которого Аланда назначил в 2012 году. И вот к вечеру стало известно, именно его кандидатуру утвердил президент. Ойро германофил, бывший учитель немецкого, немногословен, что важно для его новой должности. Но главное, он близкий человек Аланду. Так что в этом смысле президент выбрал соратника. Также лишились своих постов несколько других министров. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности, Европейское бюро телеканала Интер. И новость буквально последних минут. Самопомощь начинает сбор подписей о недоверии правительства. Об этом сообщила нардеп от этой фракции Виктория Войцыцкая у себя на странице в Фейсбук. По ее словам, как только соберут 150 подписей в соответствии с регламентом Верховной Рады, проект постановления будет автоматически включен в повестку дня. Все новости постоянно обновляются на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам новостей.